24 февраля это замечательный повод, чтобы заглянуть в историю. Краткий экскурс в историю эстонской государственности нам проведет краевед Йосиф Кац. Итак, наша первая локация. Ратушная площадь, а если быть совсем точным, то угол Ратушной площади и улицы Дункре. В этом самом здании 1905 года находилась редакция и типография наиболее значимой ведущей эстонской газеты «Пяевалехт». Именно здесь, в ночь на 24 февраля 1918 года, были отпечатаны первые 200 экземпляров манифеста ко всем народам Эстонии. Декларации независимости по факту эстонской сотрудники газеты расклеивали его на углах, около газетных киосков. Вот, кстати, два из них собирались снести, но Первая мировая война их пощадила. Вполне может быть, что жители Таллина 99 лет назад где-то здесь наклеили манифесты и читали. Башня «Толстая Маргарита» имела весомое значение в самые разные отрезки истории Эстонии. Если говорить про 1918 год, то сложно себе представить, что мы с вами стоим на несостоявшейся площади свободы. В 1923 году выдвигалась идея назвать это недостроенное пространство площадью свободы, а нынешний бульвар Пыхе-пуезд назвать «Вабадусе», то есть «Свобода». С чем же это связано? Связано это действительно с событиями 24 февраля 1918 года, когда Красная Армия, Красная Гвардия еще уходила из Ревеля. Был отдан приказ заминировать все строительские объекты, в том числе городскую электростанцию, которая всем нам знакома как центр энергетики, музей энергетики. Сложно сказать, отряд красногвардейцев действительно должен был привести в действие взрывной механизм. Или же просто красногвардейцы пробивались как-то к порту, чтобы погрузиться на корабли и отправиться дальше в Дельсингфорс, Хельсинк и Петроград. Но они вступили в стычку с отрядом самообороны Омакайца. И в перестрелке впадет 35-летний командир отряда, младший офицер Иван Иванович Мужник. Или, конечно, если пользоваться эстонской транслитерацией, вы имя ее Ахан Мужник, уроженец Лифлянской губернии. Первый, кто впадет в сражение за независимую Эстонию, как это событие, эта перестрелка трактовалась уже в 20-е, в 30-е годы. Переименование площади не произошло. Бульвар ПГ-поезды так и остался ПГ-поезды. Ну, а мемориальная доска в память о первом погибшем за независимость, вот она у нас сейчас находится в фойе морского музея, в башне Толстая Маргарита. Все мы помним, что на этом месте находилась художественная академия. Теперь здесь ничем не примечательная парковка, но это место знавало и лучшие времена в своей истории, в частности, в феврале 18-го года здесь фактически зарождалась эстонская государственность. Там, где стоим мы, ну, плюс-минус, может быть, несколько десятков метров, стояла сторожка, ничем не примечательная деревянное здание, которое действительно сыграло роль колыберия эстонской независимости. Дело в том, что после того, как Совет рабочих, матросских, солдатских депутатов отдал распоряжение об аресте лидеров эстонского национального движения, это было 18 февраля 1918 года, было необходимо скрыться, было необходимо уйти в подполье. И вот здесь вот, в сторожке, совершенно русского человека, в сторож, им его сохранилось, Иван Федорович, нашли три человека, Константин Пяц, Юрий Виньмс, Йохан Кук, члены Комитета спасения Эстонии, для себя прибежища. Фладелец в сторожке, сторож, дворник, приносил им еду, появляться на улицах было опасно, только 23-го вечером, когда начали части большевиков Таллин оставлять, вот было решено переместиться отсюда, переместиться к нашей следующей точке, нынешнему Банку Эстонии, где кульминационное событие дня будущего, Дня независимости произошло. Банк Эстонии имеет сакральное значение для истории Эстонии. Именно здесь, 24 февраля 1918 года, в Таллине была объявлена независимость Эстонской республики. Действительно, мы знаем, что, например, впервые текст манифеста о независимости Эстонии, манифест ко всем народам Эстонии, у нас был зачитан в Пярну даже 23 февраля, в балконе театра. То же самое хотели сделать и у нас в Таллине, только не Эндва, а Эстония шла с театральной постановкой, был вариант в Антракте выйти и зачитать манифест. Однако, как предлагал это Йохан Кук, Юрий Вильямс сказал, что не стоит. Во-первых, могут посчитать, что это часть театрального представления. А во-вторых, это небезопасно. В городе без власти, да и неизвестно, состоится постановка или нет. Состоялась постановка или нет? Да, не состоялась. В городе действительно была нарушена подача электричества и газа. Было решено найти наиболее безопасное место. Здание Банка Эстонии, бывшее отделение Госбанка Российской империи, к тому времени превратилось в штаб формирования национальных эстонских полков. Именно здесь эстонские офицеры царской армии формировали полки отряда, для, в случае чего, защиты ревеля от идущих немцев. Именно перед ними члены предоспасения Эстонии прочитали манифест о создании государства. Ну, и дальше продолжили здесь сработать. Здесь начала работа временное правительство. Именно потому, что находилось под защитой национально мотивированных военных. Хотя Эстония прочитывала тогда очень недолго, да, в город дошли немецкие войска, все-таки успели сделать еще один очень сдачимый жест. Был поднят государственный флаг. Где? Ну, мы сейчас с вами увидимся, да, передвинемся. Во все годы эстонской независимости каждый 24 февраля начиналось и начинается с поднятия государственного флага на башне Длинный Герман. Исключением стал 1918 год. Почему же? Потому что флаг был поднят здесь впервые 25 февраля. Так уж получилось, что почти сутки Таллин был по факту столицей независимого государства. Однако флага этого государства над городом не реила. Утром 25 февраля, когда уже в городе присутствовали немецкие войска, несколько военнослужащих эстонских обеспокоились тем, что город почти безвластный, судя по состоянию Длинного Германа, и отправились поднять флаг Эстонии над цитаделью Таллинской, над символом власти. Поднявшись, они увидели брошенный дворец, увидели, что флагшток обледенел, что оборваны тросы. Что делать? Да, действительно, у них было с собой синий-черно-белое полотнище. Капитан этого отряда, капитан Шмидт, два прапорщика было, Липпус и Сялк, а также Писар Юкси, решили, что надо действовать самостоятельно. Пытались поднять каким-то образом. Стал Юкси как самый легкий на плечи Сялгу и на половине высоты флагштока закрепил синий-черно-белое знамя. Флаг продолжал висеть еще несколько дней, пока его не сменило черно-бело-крастое полотнище флага Германской империи. Позже он был поднят вновь, только уже в ноябре 1917 года, когда немцы при результате Первой мировой войны из Эстонии ушли и передали власть премиум-бравительству Эстонии, тому самому, которое было сформировано вот в банке, где мы с вами были накануне. На этом наша экскурсия с краеведом Йосифом Кацом завершилась. Учите историю! Извлекайте из прошлого уроки и пусть у всех у нас будет светлое, замечательное, праздничное будущее у нас и у нашей страны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok